Дорогие абитуриенты, планирующие поступать в Московский государственный университет имени Михаила Васильевича Ломоносова в 2022 учебном году. Двери Московского университета всегда открыты для тех, кто хочет получить глубокие фундаментальные знания, освоить современные методы исследований, погрузиться в прорывные технологии, открыть для себя новые горизонты в науке и в будущей профессии, ну и, конечно же, найти надежных друзей и соратников. На этой информационной сессии мы расскажем вам об особенностях поступления иностранных граждан в 2022 году, а также о тех шагах, которые необходимо сделать, чтобы стать студентом МГУ, и о системе поддержки для иностранных студентов. Московский университет является поистине международным. Сегодня в МГУ в многонациональных учебных группах обучается свыше 10 тысяч иностранных студентов из 90 стран мира. Научные исследования и учебные занятия ведут обладающие обширным международным опытом ученые и преподаватели из более чем 52 стран. В стенах МГУ практически ежедневно проходят международные конференции, форумы, симпозиумы, которые привлекают внимание ведущих специалистов со всего земного шара. Количество поступающих в МГУ на первый курс обучения иностранных студентов остается неизменным из года в год. В 2021 году на первый курс Московского университета поступило свыше 2000 иностранных студентов из 35 стран. Примерно третья часть студентов – это ребята из стран ближнего зарубежья – Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана, Армении, Белоруссии. Чуть больше половины – это представители азиатского региона – Китай, Республика Корея, Вьетнам, Таиланд, Япония. Также в МГУ обучается большое количество студентов из Европы и Америки. В этом году мы планируем принять в Московский университет около 2000 новых иностранных студентов, которые станут частью дружной интернациональной семьи Московского университета. Для того, чтобы поступить в 2022 году на первый курс, необходимо выполнить пять шагов. Шаг первый. Выберите интересующее вас направление подготовки и образовательную программу. Свяжитесь с факультетом и уточните, какие вступительные испытания необходимо пройти. В рамках интерактивных сессий на нашем Дне открытых дверей вы сможете задать свои вопросы руководителям факультетов, а также представителям приемной комиссии и профессорам, преподающим на интересующих вас образовательных программах. Шаг второй. Подготовьте все необходимые для поступления документы. О том, какие документы вам потребуются и как они должны быть оформлены, мы расскажем сегодня. Также вы всегда сможете найти подробную информацию на нашем сайте Дня открытых дверей. Шаг третий. Начиная с 15 июня 2022 года, дистанционно подайте заявление о приеме через онлайн-платформу МГУ web-анкета.msu.ru. Шаг четвертый. Сдайте вступительные испытания в дистанционном формате. Пожалуйста, уточните сегодня на выбранном вами факультете, как подготовиться к вступительным испытаниям. Расписание экзаменов будет доступно после 1 июня. Пожалуйста, следите за обновлениями на сайте МГУ и будьте на связи с факультетом. Шаг пятый. Если по результатам прохождения вступительных испытаний вы рекомендованы к зачислению, вы дистанционно сможете заключить договор на предоставление образовательных услуг и оплатить обучение за первый семестр. После этого по приглашению Московского университета приезжайте в Москву. Приехать в Москву и поселиться в общежитии можно будет после 23 августа. Начало учебного года традиционно 1 сентября. В следующем учебном году все наши студенты приедут и приступят к обучению в очном режиме. Если вы хотите узнать, на какие образовательные программы вы можете поступить в МГУ в 2022 году, пройдите по указанным на этом слайде ссылкам и познакомьтесь со списком образовательных программ бакалавриата, специалитета и магистратуры. Мы также собрали для вас в отдельный электронный каталог информацию о магистрских программах, которые в Московском университете реализуются на английском языке. Каталоги образовательных программ с удобными настройками поиска доступны для вас на сайте Дня открытых дверей. Может ли стать студентом МГУ абитуриент, который получил образование не в России? Да, конечно, может. Но при условии, что ваше предыдущее иностранное образование и квалификация прошли процедуру признания в МГУ. То есть экспертная комиссия по результатам рассмотрения ваших документов приняла решение о том, что ваше иностранное образование соответствует образовательной программе, реализуемой в Российской Федерации. Когда начинается и завершается подача документов и заявлений на поступление? Начинается 15 июня 2022 года и завершается в зависимости от программы, на которую вы поступаете. Прием заявлений завершается 10 июля для программ бакалавриата и специалитета и 20 июля для программ магистратуры. Можно ли будет в 2022 году подать документы на поступление удаленно, не приезжая в Москву? Да, можно, загрузив заявление и все необходимые документы на онлайн-платформе МГУ вебанкета.msu.ru Пожалуйста, следите за актуальной информацией о поступлении на сайте Центральной приемной комиссии МГУ cпк.msu.ru а также на страницах сайта МГУ для иностранных абитуриентов и на сайтах самих факультетов. Как будут проходить вступительные испытания? Все испытания будут проходить дистанционно. Иностранные граждане, подающие заявление на обучение на контрактной основе, поступают в Московский государственный университет в отдельном конкурсе. Для поступления на программы бакалавриата и специалитета необходимо сдать русский язык и специальность. Оба экзамена пройдут в формате собеседования. Формат, состав и сроки вступительных испытаний на магистрские программы необходимо уточнить на факультете. Можно ли в качестве результата вступительного испытания зачесть результаты централизованного тестирования, пройденного в Республике Беларусь? Да, граждане Республики Беларусь могут представить результаты централизованного тестирования, если это тестирование было пройдено в 2022 или 2021 году, а его результаты не ниже минимальных проходных баллов, установленных в МГУ. Если вы планируете поступать в МГУ в 2022 году, мы рекомендуем вам как можно раньше связаться с факультетом, который реализует интересующую вас образовательную программу, и получить рекомендации по подготовке к вступительным испытаниям. На многих факультетах проводятся дистанционные курсы для подготовки к сдаче вступительных экзаменов. Информацию о подготовительных программах вы сможете найти на нашем сайте Дня открытых дверей. Вступительные испытания будут проходить в несколько волн во второй половине июня и в июле. Все даты вступительных экзаменов будут опубликованы на сайте Центральной приемной комиссии МГУ и сайтах факультетов сразу же после 1 июня. Вступительные испытания Если на момент подачи заявления у вас еще не будет на руках документов об образовании, вы сможете это указать, предоставив справку, в которой будет указан срок завершения обучения и срок получения диплома. При наличии такой справки вы можете быть допущены до вступительных испытаний. Далее вам обязательно потребуется нотариально заверенный перевод на русский язык, документов об образовании и приложении к ним с оценками по изученным предметам. При подаче документов необходимо будет загрузить в систему фотокопию паспорта или официального удостоверения личности, принятого в вашей стране, а также их нотариально заверенные переводы на русский язык. Не забудьте также сделать официальную фотографию 3х4 см, которую также нужно будет загрузить в систему в виде файла. Просим обратить внимание, что полученные в иностранном государстве документы об образовании должны быть легализованы, если иное не предусмотрено Международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. Полученные в зарубежном университете образование или квалификация должны быть признаны соответствующими образованию, полученному в Российской Федерации. Признание иностранного образования или квалификации абитуриентов в Московском университете проводится бесплатно в электронной форме в автоматизированной информационной системе МГУ АИС «Признание» на портале recognition.msu.ru. На нашем сайте Дня открытых дверей вы сможете посмотреть специальное видео о том, как вам работать с системой АИС «Признание». Вся необходимая информация о поступлении иностранных граждан представлена на официальном сайте Московского университета msu.ru. Здесь вы сможете узнать об образовательных программах, на которые ведется набор в 2022 году, как подготовить документы, необходимые для поступления, как заключить договор, как получить визовую поддержку, оформить визу и даже какая примерно денежная сумма вам потребуется ежемесячно для проживания в Москве во время вашего обучения. На сайте Дня открытых дверей в разделе «Часто задаваемые вопросы» мы собрали информацию, отвечающую на вопросы, которые мы получили от вас через форму онлайн-регистрации на День открытых дверей. Проходите по ссылкам, изучайте информацию и, если у вас останутся вопросы, пишите на нашу почту admission.rector.msu.ru На портале МГУ student.in.msu.ru вы сможете найти полезную информацию о том, что нужно знать поступившему в Московский университет иностранному студенту, чтобы подготовиться к приезду в Москву. Также на этом сайте вы сможете оставить заявку на подбор волонтера-помощника, студента старшего курса Московского университета, который поможет вам адаптироваться к новым условиям обучения и проживания в Москве, а также станет для вас хорошим товарищем. Продолжение следует... Мы рады всем приезжающим иностранным студентам и готовы оказать поддержку по любым вопросам, начиная от бытовых и заканчивая учебными. Для вновь приезжающих ребят проводятся ориентационные мероприятия МГУ. Студенты-волонтеры организуют ознакомительные прогулки по кампусу и по городу. Они всегда готовы поддержать вновь поступивших студентов в специально созданном онлайн-чате. Для всех желающих Московский государственный университет бесплатно проводит вакцинацию, хорошо зарекомендовавшей себя российской вакциной «Спутник Лайт». Для иностранных студентов работает горячая линия поддержки. МГУ всегда стремится наполнить студенческую жизнь наших ребят различными мероприятиями и поддержать их инициативу. В рамках наших мероприятий мы вместе обсуждаем самые передовые научные достижения, отмечаем праздники, знакомимся с шедеврами мировой культуры, исследуем возможности трудоустройства и построения карьеры в российских и глобальных компаниях. Московский университет проводит большое количество внеучебных мероприятий специально для иностранных студентов. Это и увлекательные квесты, и конкурсы, и автобусные, и пешеходные экскурсии по Москве и другим городам. Каждую неделю российские и иностранные студенты собираются вместе в дружеской атмосфере клуба «Говорим по-русски», где все желающие могут обсудить интересные темы, связанные с адаптацией к жизни в России и учебе в Московском университете, культурой и традициями разных стран, современными трендами живого и онлайн-общения, а также просто получить разговорную практику русского языка и найти новых друзей из разных стран. В течение нескольких ближайших часов на нашем сайте Дня открытых дверей вас ждут интерактивные встречи с представителями факультетов, которые позволят вам узнать о том, как поступить на ту или иную образовательную программу. Зайдя на страницы факультетов, вы увидите интервью с деканами факультетов, с представителями приемных комиссий, познакомитесь с преподавателями и узнаете, как протекает учеба и жизнь в Московском университете. Ищите на этих страницах очень важную кнопку «Зум-конференция факультета». Проходите по этой столбке внутрь и принимайте участие в интерактивных мероприятиях, которые подготовили для вас наши факультеты. Сразу же после завершения этой информационной сессии вы сможете задать свои вопросы и получить ответы в режиме интерактивных. На нашем сайте Дня открытых дверей вы сможете совершить виртуальную прогулку по территории Московского кампуса МГУ, зайти в наше здание, пройти по коридорам и заглянуть в учебные аудитории и лаборатории. Вы сможете также увидеть видеоотзывы наших студентов об обучении в Московском университете. Московский университет ждет новых иностранных студентов. Для вас мы уже подготовили целую программу интересных и познавательных мероприятий на следующий учебный год. Общайтесь с нами сегодня на нашем виртуальном Дне открытых дверей. Задавайте ваши вопросы, пишите. Мы искренне желаем, чтобы ваша мечта о поступлении в первый ВУЗ России сбылась. Мы верим, что учеба в МГУ станет для вас запоминающимся и важным этапом в вашей жизни, который будет надежным фундаментом для достижения небывалых высот в учебе, в науке, в профессии. До встречи в Московском университете в следующем учебном году. Мы вас ждем!